Всем привет, друзья! Меня зовут Антон и это игрушка Project Cars. Давно мы, в принципе, не катались с вами, не проходили на руле. Сегодня я предлагаю вам посмотреть мои покатушечки на автодроме Монса и на ДТМовском Мерсаке. Я поставил мультикласс, 15 кругов, жару, и будет интересно, а мы пока поехали. Ку-ку-ку-ку-ку-ку, да? Вот чуть не было первого столкновения, потому что более скоростные, так сказать, автомобили пытаются обогнать более медленные. Но тут без этого никуда. Надо выезжать на поребрик, немножко распихивать всех. Вот надо обходить эту Реноху, потому что он мне жизни, в принципе, не даст. Во! Во-во-во! Уже пох... Ха-ха! Ты смотри, вот сука! Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Друзьяки, это не надо было делать. Ты прикинь, да? Вот, казалось бы, банальный Форд. МК-1 вот передо мной идёт, да? Но из-за него я допустил ошибку. Из-за него я потерял опять драгоценные... Круги. Точнее, не круги, а драгоценные позиции. Бэху эту надо обходить. А вот тут к крыношке пристраиваться. И вот сейчас я вышел со сплит-стрима. И, в принципе, обошёл сразу... Три человека. Довольно неплохо себя ведёт этот Мерседес. Я на нём уже очень давно не катался. Вот тут тапок в пол можно было проходить. И вот сейчас... Да, всё. Получилось обойти его уже. Всё. Так, теперь ещё впереди связка поворотов. И я... Еду в восьмой. А вот сейчас меня, кстати, кто-то взад немного припёр, потому что под ним ещё бы чуть-чуть, и я бы потерял просто управление над автомобилем. Когда машина вот так вот начала дёргаться, вы это видели по-любому. Так, ещё минус одна позиция. Это я уже седьмой. Надо чуть сюда перестроиться, потому что он мне может потом, в принципе, обойти. Я начну вот тут оттормаживаться. Да, вот видите, то, что я и говорил. Он меня, в принципе, может обойти. Так, всё хорошо. Не люблю я вот эту связку, какая была. Вот так она мне не нравится. Ну, хоть убей, прям не нравится. Так, даст? Нет, 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 нет. Даст, не даст. Какой хорошо. Вот, дал, спасибо. А, не, не дал. Не дал, не дал он себя обойти. Не дал. Но этот сектор я на 15 секунд быстрее прошёл. По крайней мере, как мне пишет бортовой компьютер. Буду, буду, буду обходить. Не надо, этого я обошёл. Сейчас ещё этого обойдём. Да. Так, есть. Я шестой. Но... Я не вижу тех своих... Друзей. Каких я должен был видеть. О-о-о-о-о, отлично, отлично. Ага, всё. Вижу я их. Но я постараюсь, конечно, их догнать. Потому что... Тех ребят я обошёл. И, в принципе, отставание пошло... Только увеличиваться. Поэтому, судя по карте, они не особо мне должны мешать. Ну, как бы так. Ну, конечно, если я где-то не зафейлю. А так, в принципе... Впереди ещё 12 кругов. Всякое может случиться, поэтому... Ну, ай, вот-вот. Это именно то, о чём я говорил. Всякое может случиться, поэтому... Лучше наперёд не загадывать. Не угадал я на торможении. Поздно начал оттормаживаться. И тупо у меня автомобиль унесло на поребрике. И меня просто выкинуло. Ну, ничего. Я позиции не потерял. Поэтому, как бы... Вроде всё хорошо. На этом повороте, опять же, я фейлю. А, нет. Вот тут хорошо всё, кстати. Тут я немножко перетормозил. Не пропускать. Не пропускать. Надо не давать пропускать, потому что они ж меня сожрут. Я если потеряю какую-то позицию на пилотоне, то это ж будет всё. Так, тут надо скорость сбрасывать, потому что... Потому что гладиолусы. Потому что надо догонять. А, судя с такими темпами, то... Мне будет тяжеловато их просто догнать. Ну, посмотрим. Я не хочу загадывать. Посмотрим. Как оно будет. Надо просто... Раньше оттормаживаться. Вот сейчас я опять потерял контроль над автомобилем. И это, кстати, просто такое место. Я сначала на первом круге думал, что меня кто-то в жопу поджимает. Но на самом деле это просто такое было место. Когда машину просто начинает подкидывать, и малейшее вправо-влево... Всё, тебя просто выкинет. Поэтому... Надо тут опять не простыкать на торможении. Отлично. Хорошо. А вот и нехорошо, потому что меня уже догнали. Сидит он на хвосте. Сука такая. Срезка трассы. Ну, тут мне уже не было смысла оттормаживаться. Потому что я сейчас хреново сконцентрировался. Потому что сзади меня этот пидор подпихивает. И машина себя не особо комфортно ведёт. Мягко говоря. Ну, наверное, всю гонку он у меня так и будет на хвосте сидеть. Потому что, как бы... Я смотрю, оппонент, который шёл за ним, он, в принципе, отстал. А вот это чудо-юдо рыбакит, по-любому на серебристом Мерседесе, которого я обошёл. Он так за мной и держится. Да-да-да, я знаю, что этот парень наступает мне на пятки. Я хочу и тех пилотов догнать. Ну, и я понимаю, что... Начну нервничать, начну совершать ошибки, в принципе. И он меня просто-напросто возьмёт... И обойдёт. Вот тут надо выезжать на поребрике, потому что... Мне не дают, блин, спокойствия. А, нет, смотри, это не серебристый Мерседес. Это Мерсак такого же класса, как и у меня. В принципе... Нет, надо немножко сдавать, потому что... Ну, ему круг сейчас может не засчитаться. А может и засчитаться. Не, надо хоть его обойти, потому что, ну... Как-то негоже. Всё отлично. Не хочу себя неспортивно вести, я бы мог его, в принципе, подрезать. Его бы куда-то выкинуло. Ну, как-то не особо хочется, поэтому... Так, хорошо. Эту связку очень хорошо прошёл. Отлично. В принципе, что там, что там словил поребрик... Ну, нормально, прошёл, сократил. Мне не нужно было так сильно оттормазываться. Так, хорошо. Так. Немножко меня отвлекают тут. Ну, отлично. Это лучшее моё время за гонку. Хорошо. Так, ну... Я смотрю, эта реношка себя вольготно чувствует, поэтому надо как-то немножко её обходить и занимать уже пятую позицию. Хорошо. Хорошо. Отлично. По-моему, первый раз я так хорошо прошёл в этот год. Так. Так. Даст и гуд. Даст, не даст по-внешнему. Не зажимай, падла. Всё отлично. Хорошо. Хорошо. Тут можно... Это я сильно даже перетормозился. Можно было не так оттормазываться. Можно было вот так... Не так сильно, точнее, оттормазываться. Опять этот поворот с подбросами. Тормозим. Вот видите, как машину начинает подбрасывать. Так. А чё там впереди идёт? О-о-о-о. Вот это я не мог их обогнать. Позорище. Просто позорище. Ага. Нет. Это я не их обогнал. Это круговые. Я как был на четвёртом месте, так и остался, заметно. И это тоже будут круговые. Дай, дай обойти. Вообще неспортивное поведение у них, отвечаю. Ну, а так как это стоит мультикласс, то впереди там по-любому чё-то наподобие поганных зонда там, или хуяра, или ещё там чё-то. Или, может, тоже ДТМовская моща, так сказать. Ну, может. Я уже и не помню. Я не в первых ашелонах стартовал, поэтому... Я затрудняюсь ответить, что там идёт передо мной. Вижу какой-то. Три-четыре. Хех. Пиксель, а так. К сожалению. Хорошо. 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 Ну, может, это, опять же, может, это круговой. То есть... Да, это круговой. Я его... Обгоняю. Мне оно, в принципе, никуда в зачёт не идёт, то что я его обошёл. Да. Всё-таки 21 соперник на вот этой трассе Монса, это много. Можно было смело ставить там 10-15, потому что трасса сейчас усеяна этими круговыми пилотами. И тяжело ориентироваться, как бы, кого стоит обогнать, чтоб что-то путёвое сделать. Опять же, тут можно этот поворот тапок в пол проходить. Это хорошая, такая, затяжная, прямая. А вот тут нужно уже оттормаживаться, уже оттормаживаться и принимать левее, чтобы войти в поворот. Ну, этот сектор я, видите, 142 тысячных себе навёз. Я его не выиграл, а прошёл медленнее ещё. Потому что потерял там много скорости, скорее всего. Так, так, аккуратно, аккуратно, давай, давай. С такими темпами меня просто-напросто могло выкинуть в стену. Ну, слава богу, получилось. Я удержал машину и... Фу-ту-тфу. Пока всё хорошо. Ну, это опять, скорее всего, круговые. Да, как-то он чересчур медленно идёт. А может и нет. Но, судя по всему, красный значок на миникарте — это именно тот человек, которого мне нужно обогнать, чтобы я стал третьим. Да, это две бэхи у них, тут какая-то своя война идёт, свои тёрки. На ПИД заезжать пока нет смысла. У меня по индикаторам всё хорошо. Аварий не было, больших смоений тоже не было. Поэтому, пока всё хорошо. Пока всё хорошо. Ну вот. Кроме, опять же, хочу... Попытаюсь как-то ускоряться на выходе из первой шиканы, но... Зачем? Если мне нужно сразу же оттормаживаться, в принципе, и заходить на вторую. Ну... Хочу быстро успеть везти. Ну, в принципе, можно уже тут оттормаживаться, и это будет... Идеально просто, отлично. Сорок две тысячных я привёз на этом секторе. Хорошо. Немножко не так я машину настроил. Всё-таки она немного обладает избыточной поворачиваемостью и очень чувствительный руль. Ну, ничего, на такой заковыристой трассе это, в принципе, нормально. Опять же, начинаем оттормаживаться. Резануть чуть-чуть через поребрик слева не получилось. Ну, получилось на этом. Ну, тут опять я перетормозил, и у меня хреновое время получилось. Так, опасный поворот. И проходим его, в принципе, сапком в пол. Так. Я там к нему был как-то мастырился, что-то пробовал, но я забыл, что его можно, в принципе, переиграть и тоже сапком в пол проходить. Просто нужно выиграть правильную траекторию. Так. А тут я на сплитстриме сейчас попробую. Оп. Отлично. Отлично. Так. Хорошо у нас все. Так. И на выходе сразу с поворота переходим на передачу и погнали наверх. Не сбрасывая, я уже рассказывал, все помнят этот поворот. Ну, вот сейчас тут надо будет немножко начинать оттормазываться. И опять же, опять же у меня проблемы с этим поворотом, и опять же на этой секции я теряю время. Тут я немного на большой скорости зашел. Это не надо было делать. Машинка хорошая, но в плане вот такого вот ДТМ. То мне, конечно, более симпатичен последний Мерс СЛеско. Ну, он больше уже на Лиман построен, на гонке на выживаемость, но он себя лучше на дороге ведет. Я на нем неоднократно ездил, кстати, на этой же Монсе, и он себя лучше ведет. То ли он тяжелее, то ли как-то... Вот эта машинка в каждую яму чувствует, ее просто кидает. Поэтому приходится постоянно быть сконцентрированным. Даже на таких прямяках, потому что на них тоже где-то есть какие-то небольшие подбросики. Те же подбросики, да, видишь, и как бы приходится аккуратненько заходить, заезжать. А тут меня даже немножко понесло, задницу понесло. Рано нажал я полностью на гашетку, когда я еще полностью машины с поворота не вышел. Начало мне задницу нести. О, тоже неплохой вариант. И сразу сектор, вон, секунда, 482 тысячных. Так, это впереди меня опять же. Круговой. Эво 10, по-моему, я думаю, труда мне не составит его обойти. А нет, не его 10, Ford. Ford. Так, ну я думал его по прямой обойти, а оказалось, что здесь. Фу, автомобиль подпрыгнул у меня. Так, хорошо, ребята, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо идем. И тапок в пол. И проходим по самой оптимальной траектории. Время скачет, потому что, потому что, потому что. Ой, смотри, сколько впереди меня. Братьев. Рено. 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 Будет смещаться внутрь. Отлично. Дай выйти. Все хорошо, они меня втроем пропустили. Это замечательно. Оттормаживаемся. И проходим этот поворот. Хреново. До третьего пилота 10 секунд. То есть, третий пилот, это все-таки вот это красненькое пятнышко на мини-карте. Ну, как бы 10 секунд, это не критично, но в то же время, если я буду допускать по второму же повороте такие конченые ошибки, отвлекаясь на мини-карту, то я его не догоню. При том большом желании. Осталось три круга и как бы взять третье место было бы неплохо. Я не спорю. Но, опять же, не с такими ошибками. Ну вот, а он уже туда, он уже за поворотом на прямой старт-финиш едет, поэтому, как бы… Вот, что я говорил про избыточную управляемость автомобиля. Стоит немножко не так настроить и… Все уже. Кстати, мой, в кавычках, любимый сектор, в какой я просто тупо влетаю, потому что я не успеваю оттормозиться. Там, наверное, даже не 90 метров было на начале торможения. Все 60. А тупо с такой мощностью и скоростью у меня не хватило бы. Просто в большом желании всей мощности тормозил, чтобы хорошо оттормозиться и по радиусу войти. Тем более, я заходил по радиусу, который находится ближе к повороту. То есть надо было бы по-любому все равно резать. Так, тут, в принципе, хорошо со сплитстрима. Оп, и вышел. Отлично. Минус два круга вычищу. Не знаю, если он совершит какую-то, допустим, ошибку, да, этот третий передо мной, который 10 секунд у нас разница. Может, я смогу хотя бы наверстать время. Я пока не заикаюсь о том, чтобы его как-то обойти там, знаешь, или... Будем посмотреть. Вот тут опять вот эти вот кочки, по которым тачка тупо прыгает. Понимаешь? И вот опять у нас этот трабл. А он ушел себе уже дальше. Он уже за поворотом. Он меня на один поворот опережает постоянно. Судя по тому, что, в принципе, он очень быстро отрывается, то у него, наверное, не такой МРС, как у меня. Там, скорее всего, техника по-серьезней. Так. Тут и разговоров не должно быть о том, чтобы обходить. Впереди ребята тоже должны меня пропустить, в принципе. А он напрямую уже ушел далековато, так что, может, я его даже и не догоню, наверное. Поэтому. Сейчас будем, конечно, стараться, но... Аккуратненько наступать на педальку. Чтоб не сделать... А-та-та! Ух! Ух! Я думал, что я думал, я уже в тену ушел. Но, оказывается, не все так плохо. Давай, 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 подвигайся. Ну, видишь, он передо мной, у меня остается один круг и... Да нет, не обойду его, наверное, это и будет четвертая позиция моя. Ну, мне нравится. Монса очень хорошая трасса. Я на ней сколько уже кругов отмотал и сколько тачек оттестил. Вот у меня любая машина для теста, это у меня Монса. А такая, чтобы проверить свое мастерство и свою выносливость, это 24 часа трасса Лиман, либо Нюрбург Ринг, тоже который используется для 24-часовых гонок. Поэтому... У меня есть видео на канале, кстати, кому интересно. Можете зайти посмотреть. И опять, и опять та же Петрушка. Та же, сука, Петрушка. Сейчас... Он сейчас уперся впереди идущие экипажи. Обошел. Да, обошел. Судя по миникарте, обошел. Оттормаживаемся. Отлично. Поребрик. Ну, на самом деле, в жизни вот это не считается срезкой и не налаживается пенальти. Как бы так. Торможение. И тапок в пол. Тапок в пол. Держим руль. Держим машину. И приходим к финишу четвертыми. Но, в принципе, это неплохая позиция. Вот так вот. Так что, ребята, всем спасибо, кто меня смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.